Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Вообще, ну, довольно часто приходится видеть такие вопросы, что не случится ребенок, что есть определенные проблемы. В развитии, формировании личности ребенка. Вот, что дедушку, бабочку слушается, а родителей нет. Понимаете, здесь вот ваши вопросы, да, как наладить отношения с ребенком и как сделать так, чтобы он случился, мне кажется, взаимоисключают друг друга. Потому что, когда мы говорим про то, что кто-то слушается, мы подразумеваем здесь подчинение, мы подразумеваем здесь отношения доминирующего и подчиняющегося. Когда же мы говорим о том, чтобы наладить отношения, мы подразумеваем, что люди находятся в том месте, где они хотят быть и ведут себя так, как им хочется. Вот, ну, естественно, там, в разумных пределах, например, комфорта другого человека. Мне кажется, что нет здесь единого ответа на вопрос, как наладить вам отношения с ребенком и как вам сделать, чтобы он случился. Ну, что-то невозможно, и то, и другое. Вы можете устраивать отношения с сыном на авторитарной основе и можете устраивать отношения с сыном на партнерской основе. Тут еще нужно учитывать то, что вы мать, а сыну нужен мужчина. Не обязательно ваш мужчин, то есть вам не обязательно приводить в дом мужчину какой-нибудь родственник. Желательно не дедушка и бабушка. Вот, потому что там все-таки поколение немножко постарше. А надо бы поколение поближе, помоложе. Мужчина, который смог бы взаимодействовать с вашим сыном. А если мы говорим про отношения, то вашему ребенку неинтересно славно. У вас нет точек соприкосновения. Чего хочет ребенок? Мне кажется, он хочет защиты, мне кажется, он хочет какой-то стабильности. Это то, чего не чувствуете вы. Чувствовать себя невесущённо. Это довольно... Ваша тревожность довольно сильно проявляется. Даже через текст, ну, довольно сильно себя проявляет. И... Ребенок это чувствует. Отзеркаливает вам то, что вы, собственно, видите, как его агрессивность, его склонность к разрушению. Вот. Это привога. Я вот не знаю, вы... Своего ребенка как часто обнимают? Ну, просто вот так вот, чтобы обнять и бобыть в этом состоянии, потому что... Есть ощущение, я могу ошибаться, понятно, текст у вас небольшой. Вот. Но есть ощущение, что вы вот вся такая в заботах, в тревогах, в работе, может быть. Вот. А с сыном вы взимодействует вот пласток поскольку и там по каким-то делам в основном. Вот. Когда... Ребенок в школу, в школу пойдет, вы... Эм... Будьте уроки у вас стали отделать, ну, и так далее. То есть, вот... Понимаете? Знаете, о чем я говорю? Нет ощущения, что вы наслаждаетесь жизнью. Нет чувства, что... Ребенок видит, что вы наслаждаетесь жизнью. Вот мой коллега... Эээ... Говорит про... Ммм... Скармливание грудное. А вот и... Ну... Ну... А то, что у вас... Эээ... Вероятно, не очень благополучно были первое время... Эээ... Ваше материнство. Эээ... Безусловно, это важно. Безусловно. Но... Как бы первый год материнства, эээ... Или первое время материнства, эээ... Вот. И если касается ребенка, то... Там... Ну... Чтобы работать с этим, нужно... Водить человека в гипноз. Эээ... Через регрессию... Эээ... Ввести его в это состояние. В состояние, когда он... Эээ... Был вот... Эээ... В этом... Возрасте. Вот. И там уже... Эээ... Как бы... Взаимодействовать с проблематикой. Вот. Но... Это... Поможет... И поможет или нет. Или нет. А... По факту, да. Вот. То, что вы можете сделать сейчас. Вот. Это... Обратить внимание на свою жизнь. Вот. Понимаете. Чем... Более неблагополучна ваша жизнь. Чем более неблагополучно чувствуете себя вы. Чем более неудовлетворенной. Эээ... Тревожной. Раздраженной. Напряженной. Озабоченной. Эээ... И так далее. Вы себя чувствуете. Тем... Соответственно. Более... Это будет... Отражаться на вашем... Ребенке. На вашем сыне. Поэтому... Эээ... Вот у меня такое ощущение, да. Что... Эээ... Вы только в ребенке видите... Видите проблему и трудности. Но по факту... В ребенке это... Это... Лишь одна из... Эээ... Составных частей. Вашего образа жизни. Эээ... Вашего взаимодействия, вероятно, с дедочкой и бабочкой. Эээ... И прочим. Поэтому, да. Безусловно, ребенку нужно... Эээ... Вероятно, нужна помощь специалиста. Это... Это... Правда. Но... И... Психотерапия нужна... Вам. Потому что... То есть, вы обидчивается, ну... Говорит о том, что вы... Прям вот... В... Проблемах, 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 проблемах. Вот. И... Не будет... Не будет ребенок слушать... Слушать... Эээ... Того, кто... Не чувствует себя. Да. Кто... Кто не относится к себе с уважением. Кто... Кто... Безет. Вот. Кто не относится к себе с уважением. Ну и... Было пару раз, что вы... Отступили от своего мнения, да. То есть, ребенка получил... Как-то... Как-то... Ван... Сманипулировался. И теперь он... Вот ведет себя... Таким образом. То есть, эээ... Многоэлементный... Подход. Это... Обязательно... Работа с вами. Обязательно... Психотерапия. Плава. Это интересно. Это повышает качество жизни. Это... В... В... Введение мужского... Мужской фигуры. В жизнь. Ребенка. Это нахождение точек соприкосновения с ним. Это... Ну, пожалуй, исключение вот этого... этого противоречия в ваших вопросах, что он наладит отношения, как сделать, чтобы он слушался, понимаете, как я и говорил, это разные вещи, и одно здесь, к сожалению, исключает другую. Глобально. Именно глобально. Локально, в принципе, может быть, но и вам не случится свой вольбург, если вы хотите с ним наладить именно отношения. Игра в одни ворота, это совершенно не то, что здесь применимо. Вот как-то так, примерно. То есть, понимаете, родители, рассказывают про ребенка, но ничего не говорят про себя. Они думают, что ребенок, видимо, живет в какой-то отдельной реальности усиленной от родителей. Ну, это не так, вы рассказали про ребенка, но ничего не рассказали про себя. Я уверен, что рассказать вам, что про себя есть. Как минимум, разрыв с отцом ребенка. Что есть травма, что есть проблематика и, соответственно, это все находит отражение ребенка. Просто подумайте, что все ваши проблемы, все ваши трудные моменты. На этом все. Надеюсь, вам было полезно. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что у вас появится обратная связь, которую вы захотите поделиться, и это послужит начало продуктивной работы над собой.